Они могут нам помочь, создать лифтники, строительство, манипулирование, установка или, допустим, готовление каких-то модулей в нашу систему. Компания Ecoron, которая поставляет. Подождите, подождите, а вот все-таки, заходите в этот вопрос. Все-таки, что за люди конкретно будут участвовать в команде этой компании Ecoron? С какими компетенциями? Если вы программист, то вашей компетенции точно не достаточны. Так, но мы должны создать... Нет, какие люди еще? Есть у вас такие люди сейчас конкретные, которые будут участвовать в вашей команде? А здесь есть кто-то из вас? Кроме Замира. А вы не могли представиться? Встаньте, поклонитесь. Да нет, я просто хотел бы спросить, хоть кто-то из вас, какой-то кирпич вообще клал в стену? Клал, по-любому. А о чем, а о том, как я строил сарай? В том числе. У меня в Подмосковье гараж построит, собственно, и где-то. Ну окей, меня зовут Порос Иван Владимирович, я студент четвертого курса Тубинского альционно-полуровнического техникума. По поводу проекта я могу сказать, что это абсолютно реально, так как, скажем, зарисовка уже есть, модулирование уже есть. Как это все происходить, полное представление проекта есть. По поводу того, как построить дом, насколько это трудно и так далее. Я думаю, с помощью робота это сделать будет намного сложнее. Это займет намного меньше времени, а технических знаний нужно не так много для того, чтобы возвести какое-то, скажем, простейшее даже двухэтажное строение. Собственно, роботу это будет сделать намного проще. Мы пытаемся понять, насколько это вам будет сложно или просто сделать. Пока что вот не видно, как у вас компетенция, чтобы это сделать. У меня такой вопрос еще один. А что вы собираетесь вот на деньги фонда сделать? Я не увидел плана работы, который вы собираетесь сделать за два года. Что конкретно? План работы на первые полгода, на вторые, на третьи, на четвертые. И что будет доступно в работе? И что работает будет с ним и сама машина? Какая машина? Машина, которая... Слайд назад. Ну как типа машина, которая была? Пробойте, я потягиваю. Еще. Не виду, мотив. А что это за машина? Вы так и вы ничего не рассказали, не показали здесь. Как она будет выглядеть? И сколько она будет с желающим? Походу, я буду... Просто основная проблема самой машины, потому что гиперпрессованные кирпичи, они тяжело весят. И покидает целый день, постаивает целый дом. Трудно сделать. А при большей визне проще кладут, иначе не будет. Иначе будет. А можно, Максим, назовите вашего самого главного конкурента в Подмосковье, вот вашему роботу. Кто главный конкурент, с вашей точки зрения? А что же зрения? Именно конкретно объединение робототехники, объединения строительства в чате нету. За границей они пытаются попечатать как слой, слои. Альтернативные конкуренты есть? Альтернативные пока нет. А вы про таджиков подборка знаете? Глазович, господа эксперты, вы прям написали вопросы. Нет, поймите правильно, ребят, мы можем сколько угодно пропагандировать нейромаркетинг или робототехнические инновации, но если они имеют жесткого конкурента в виде таджикского строителя, это резко обрушает вашу эффективность с точки зрения альтернативной доходности, говоря экономическим языком. Проще говоря, проще заплатить таджику, чтобы он там 10 человек нанять и построить этот дом. И на какое лего тогда не нужно. Таджику чем-то заплату платить? А не надо заплату платить. А робототехническая прилипушка, она нужна для чего? Для снижения издержек. Вот про издержки мне объясните, кто этим будет заниматься в вашей команде? Кто экономикой занимается у вас? Ну здесь слайда не было про экономику. Об этом и речь, потому что два критерия, план реализации и, пардон, перспектива коммерциализации результата. Я думаю, что если в итоге построить такого маленького настольного робота, который из обычного лего собирает дом, это будет большой прорыв. Так, наверное, тогда это продавание, игровой комплект для детей, чтобы они тренировали свои настройки, а это другая бизнес-модель. Я подчеркиваю это.